Перед началом игры «Туманность ежа» подготовьте игровое поле, раскладывая в случайном порядке клетки препятствий и открытого космоса. Посередине разместите клетку планеты с ежиком, потерпевшим крушение, а по углам — клетки стартовых площадок. Рядом с полем положите карты ежика, веселой стороной вверх. Теперь выдайте каждому игроку фигурку космонавта и по 20 карт со стрелками. Зайцу и лисе вручите по две карты с пылесосом, а медведю и бобру — по 8. А затем поставьте фигурки космонавтов на стартовые площадки. Ваша задача — привести детали для ремонта корабля, проложив верный путь от своей стартовой площадки до клетки с ежом. Все игроки одновременно выкладывают перед собой карты движения, так, чтобы из них получился маршрут к местонахождению ежика. Каждая карта движения означает перемещение на одну клетку в одну из четырех сторон. Перемещаться можно только по клеткам открытого космоса, а клетки препятствий нужно обходить стороной. Однако каждый персонаж может положить рядом со стрелкой карту космического пылесоса, чтобы прорваться сквозь космическую пыль. Также у каждого зверка-космонавта есть свои суперспособности, которые помогут им в этом нелегком полете. Заяц может перепрыгивать одиночные метеориты. Лиса умеет мирно договариваться со встречными инопланетянами. Медведь избавляется от инопланетян с помощью пылесоса. А бобер с пылесосом может убирать метеориты. Выкладывая карты движения, игроки не двигают свои фишки. Когда кто-то из игроков проложил маршрут, он заявляет о своей готовности, после чего отправляется в полет, следуя указаниям стрелок. Если в запланированном маршруте обнаруживается ошибка, игрок не может двигаться дальше. Он должен вернуться на старт и исправить свой маршрут. При этом одна карточка ежа переворачивается грустной стороной вверх. Ваша космическая команда побеждает, если все игроки смогли проложить верные маршруты и добраться до ежика, пока он не успел совсем загрустить. То есть среди карт ежа еще остались те, которые лежат веселой стороной вверх. Желаем вам отважных приключений!